Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Мы начинаем урок путешествия по русскому языку во втором классе. Вы готовы, ребята? Молодцы! Тема урока – повторение, имя прилагательное. Дорогие ребята, до меня дошли сведения о том, что вы по учебнику познакомились с моим королевством. Мне интересно знать, каковы же ваши успехи. Ребята, я вам уже сказала, что мы будем путешествовать. Вы любите путешествовать? Отлично! А путешествие мы совершим на нашем паровозике, который называется «Удача». Ребята, посмотрите, на каких станциях мы сегодня с вами остановимся. Станция словарная, далее станция цветочная. Будем двигаться к остановке по требованию. После этого продолжим наше путешествие. Мы начинаем, ребята. Имя прилагательное. Вспомнили? Это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие», «чей». Вспомним признаки имени прилагательного. Будьте внимательны. Это размер, форма, запах, вкус и цвет. Первая наша остановка – это словарная. Ребята, пожалуйста, откройте свои рабочие тетради, запишите дату нашего путешествия и запишем словарные слова. Посмотрите, наша задача – помочь гномику раскрасить картинку. Запишем первое словарное слово. Не забудьте, что записать его нужно с большой прописной буквы. Первое слово – картина. Будьте внимательны, какую букву мы вставим. Молодцы! Букву «А». Следующее слово – коньки. Какой безударный гласный пропущен в первом слоге? Совершенно верно! Буква «О». Ставили, ребята? Молодцы! Записали слово «коньки» и не забудьте поставить ударение. Следующее слово «корова». Ребята, здесь у нас в первом слоге нет безударного гласного. Конечно же, вы уже догадались, что в слове «корова» пропущен безударный «О». Следующее слово – лисица. Молодцы, ребята! В слове «лисица» пропущен безударный «И». Молодец! Слово «лопата». Записали слово «лопата». Умнички! Поставили ударение и думаем, какой безударный гласный в данном слове. Совершенно верно! Ло-па-та. Следующее слово – лягушка. Молодцы! В первом слоге пропущен безударный «Я». Слово «малина». Успели записать? Молодцы! В слове «малина» пропущен безударный гласный в первом слоге. И какую же гласную мы вставим? Верно! Безударный «А». Записали? Молодцы! Следующее слово. Слово «мебель». Ребята, будьте внимательны! В этом слове у вас пропущен безударный гласный во втором слоге. Давайте произнесем это слово вместе. «Мебель» и вставили безударный гласный «Е». Следующее слово, ребята – «медведь». Вы помните, что это тоже словарное слово, и в слове «медведь» пропущен безударный «Е». «Метель». «Метель». Правильно, ребята, мы должны вставить в первом слоге безударный гласный «Е». И у нас записано слово «метель». Слово «мороз». В слове «мороз», ребята, тоже ударный слог второй, а пропущен безударный гласный в первом слоге. Вставили безударный «О». «Народ». «Народ». Ребята, совершенно верно. В слове «народ» безударный гласный «А». Записали слово «народ». Поставили ударение и продолжаем. Записали слово «ноябрь». Молодцы. Какой же безударный гласный вы вставили? Проверьте. В слове «ноябрь» ударный слог второй, а в первом слоге пропущен безударный «О». Следующее слово, ребята, посмотрите. Молодцы. Здесь пропущен безударный гласный «О». А ударение падает на второй слог на гласный «Е». Посмотрите, ребята, наш енотик очень доволен тем, что вы помогли ему справиться со всеми заданиями. Посмотрите, какой он веселый. Следующая наша станция. Станция цветочная. Найдем пару каждому из слов. Первое слово, ребята, это какая часть речи? Умнички. Что? Мед. Конечно же, это имя существительное. Каждому из существительных мы будем подбирать пару. Подходящее имя прилагательное. Вы готовы? Молодцы. Мед. Итак, мед. Какой? Молодцы. Мед сладкий. Дальше. Что? Трава. Трава какая? Молодцы. Трава зеленая. Следующее слово. Что? Поле. Верно. Поле у нас какое? Совершенно верно. Поле большое. Следующее слово. Что? Дни. Дни. Какие? Молодцы. Дни жаркие. Мы подобрали пару каждому существительному. И верно справились со всеми заданиями. Дальше, ребята. Прочитаем задание. Найдите в каждой строчке лишнее слово и обоснуйте свой ответ. Читаем слова. Нежный затопил звонкий белый. Кто уже догадался, какое слово лишнее в данной строке? Я уверена, что каждый из вас уже точно знает, какое слово лишнее. Умнички. Это слово совершенно верно. Затопил. А почему? Правильно. Потому что все остальные слова у нас в какой части речи? Имена прилагательные. И только слово затопил отвечает на вопрос, что сделал. Это глагол. Молодцы, ребята. Работаем дальше. Весеннее, узкое, ясное, мальчик. Ребята, подумали, к какой части речи относятся данные слова. Какая весенняя, какая узкая, какая ясная, и слово мальчик. Мы зададим к нему вопрос. Кто мальчик? Значит, все первые три слова – это имена прилагательные. И только одно слово «мальчик» – это имя существительное. И оно лишнее в данной строке. И оно лишнее в данной строке. Работаем дальше. Сильное, желтое, озеро, умное. Так, подумали, ребята. Еще раз прочитаем. Сильное, желтое, озеро, умное. Задаем вопрос. Какое сильное, какое желтое, какое умное? Ребята, к какой части речи относятся эти три слова? Верно. Это имена прилагательные. Так, а какое же слово отвечает на другой вопрос? Конечно же, слово «озеро». К этому слову мы зададим вопрос «что?» Озеро. Молодцы, ребята. В данной строке одно лишнее слово – слово «озеро», которое является именем существительным. Продолжаем работу. И вы еще раз проверили правильность своего выбора. Следующая остановка называется «остановка по требованию». Итак, ребята, давайте прочитаем задание. Что имеют имена прилагательные? Посмотрите, ребята. Имена прилагательные – радостный, красный, здешний. Прилагательные – молодой, добрый, белый. Синоним к слову «радостный» мы должны подобрать из слов правого столбика. Значит, подбираем каждому прилагателю синонимы. Вспомним, что же такое синонимы. Умнички! Синонимы – это слова, близкие по смыслу. Радостный. Какой радостный? К слову «радостный», ребята, нам нужно подобрать синоним. Вы готовы? Радостный – значит веселый. Молодцы! Теперь подбираем синонимы к слову «красный». Совершенно верно! Синоним к слову «красный» – алый. Проверьте. Следующее слово. Какой? Здешний. Значит, местный. Ребята, теперь мы должны подобрать антонимы к словам «молодой», «добрый», «белый». Вы готовы? Вспомним, что такое антонимы. Антонимы, ребята, это слова, противоположные по значению. Итак, какой молодой? Подбираем к нему антоним. Какой? Старый. Какой? Добрый. Антоним к слову «добрый»? Ну, конечно же, вы знаете «злой». И следующий антоним к слову «белый». Белый антоним к слову «черный». Посмотрите, ребята, вы все подобрали правильно и синонимы, и антонимы, потому что прекрасно знаете правила русского языка. Следующая наша станция называется «пернатая». Вы знаете, кто такие пернатые? Это наши любимые птички, которых мы должны все беречь и охранять. Следующее задание. Охарактеризовать ворону, используя имена прилагательные. Итак, ворона какая у нас? Глупая, доверчивая, самолюбивая, черная, крупная, крикливая, хитрая, ловкая и находчивая. Вы согласны? Может быть, подберете еще несколько слов. Подумайте. Отгадайте загадку. Сильная, большая птица. Даже кошки не боится. Очень важная персона. Черно-серая. Молодцы. Теперь вы уже знаете, что это ворона. И посмотрите, какая она на картинке справа. Станция весенняя. Ребята, какое у нас время года сейчас? Весна. И поэтому у нас не может не быть весенней станции. Давайте прочитаем задание. Вам нужно, ребята, выполнить задание трех уровней. Каждый из вас выберет задание для себя. И каждый справится с тем заданием, которое понравилось именно ему. Вы готовы? Давайте прочитаем предложение. Наступила ранняя весна. Светит яркое солнце. Легкие облака украшают голубое небо. Перед вами три предложения. Итак, ребята, которые выполнят задание первого уровня. Что вам нужно сделать? Вам нужно списать, подчеркнуть имена прилагательные. Начинайте работать, если вы выбрали задание первого уровня. Второй уровень. Спешите, подчеркните имена прилагательные и определите у них род и число. А сейчас задание третьего уровня. Посмотрите, выпишите имена прилагательные, определите у них род, число и подберите к выписанным словам антонимы и запишите их рядом с прилагателями. Вы начали работать, ребята? Молодцы! Сейчас мы проверим, как вы справились со своими заданиями. Те, кто выбрали задание первого уровня. Проверяем. Наступила ранняя весна. Что весна? Это имя существительное, имена прилагательные мы подчеркиваем в волнистой линии. Весна какая? Ранняя. Молодцы! Второе предложение, ребята. Светит яркое солнце. Что? Солнце. Это у нас имя существительное. Солнце. Какое? Яркое. Это имя прилагательное. И вы подчеркнули его в волнистой линии. И третье предложение. Легкие облака украшают голубое небо. От какого слова мы зададим вопрос к имени прилагательному? Конечно же, от существительного облака. Что облака? Это имя существительное. Облака какие? Легкие. Какие? Голубые. Это имена прилагательные, которые вы подчеркнули в волнистой линии. Молодцы, ребята. А мы продолжим проверку. Те, кто выбрали второй уровень, вам нужно было подчеркнуть имена прилагательные, определить у них число и род. Итак, наступила ранняя весна. Вы подчеркнули имя прилагательное, и теперь вместе определим род. Вы знаете, что имена прилагательные связаны с именами существительными и согласуются с ними в роде, числе и падеже. Для этого мы должны сначала определить род имени существительного. Что? Весна. Весна чья? Она моя. Существительная весна женского рода, значит прилагательная. Какая? Ранняя тоже женского рода. Дальше. Светит яркое солнце. К слову яркое мы зададим вопрос от слова солнца. Определим род существительного солнца. Что? Солнце. Это имя существительное. Солнце чье? Оно мое. Существительное солнце среднего рода. Сдаем вопрос. Солнце какое? Яркое. Значит, над прилагательным яркое вы напишите, что оно среднего рода. Третье предложение. Легкие облака украшают голубое небо. Находим существительное. Что? Облака. Облака – это имя существительное какого рода? Облако. Что облако среднего рода? В данном случае слово облака стоит во множественном числе. Значит, прилагательные легкие и голубые тоже стоят во множественном числе. Молодцы. Проверьте. Третий уровень, ребята. Выпишите имена прилагательные, определите их род-число и подберите к выделенным словам антонимы. Проверяем. Ранняя весна. Слово весна женского рода единственного числа. И подбираем антоним. Весна какая? Поздняя. Молодцы. Яркое солнце. Солнце чье оно мое? Среднего рода единственного числа. Антоним. Тусклое солнце. Молодцы. Яркое, тусклое – это антонимы. Легкие облака. Облака. Ставим единственное число среднего рода. Значит, слово легкие какие тоже среднего рода. И не забудьте множественного числа. Легкие – антоним тяжелые. Следующее. Голубое небо. Небо чье? Оно мое. Среднего рода единственного числа. Значит, прилагательное голубого тоже среднего рода единственного числа, потому что оно связано с существительным. Подбираем антоним. Голубое, антоним серое. Молодцы, ребята. Каждый из вас выполнил свое задание. А теперь мы продолжаем путешествие. Наша остановка называется «Знаем все». Ответим на тестовые вопросы. Выбери правильный ответ. Имя прилагательное – это А – текст, Б – слово, В – часть речи. Запишите в тетради правильный вариант ответа. Вариант ответа А – текст, Б – слово, В – часть речи. Имя прилагательное отвечает на вопросы. Вспоминаем, ребята. А – кто, что, Б – какой, какая, какие, какое, В – что делает, что делают, что сделают. Еще раз читаем. А – кто, что, Б – какой, какая, какие, какое, В – что делает, что делают, что делал. Так, выбрали вопросы имени прилагательного? Молодцы. Третий вопрос. Имена прилагательные обозначают А. Предмет. Б. Признак предмета. В. Действие предмета. Вы уже выбрали и записали правильный ответ. Четвертый вопрос. Какой частью речи является выделенное слово? Будьте внимательны, ребята. Бабочка прилетела на полянку и села на белую ромашку. Думаем, ребята. Какой частью речи является слово белую? А. Именем существительным. Б. Именем прилагательным. В. Глаголом. Задайте вопрос и определите, какой частью речи является слово белую. На этом сегодняшний урок подошел к концу. Берегите здоровье. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok